добрый день друзья сегодня у меня новые покупки я купила 2 орхидейки 1 такая малышка была заявлена как сара но не знаю называется она так или нет буду искать в интернете если будет время а если кто-то знает как она называется подскажите распаковывать сегодня не буду ни ту и не другую орхидею просто вам ее показываю сегодня видео будет немножко другом но еще одна конечно фабрика аромат слышим даже через пакет называется эта фабрика оранж не знаю почему она называется оранж потому что она нежно розового цвета а край лепестка желтенький пока постоят они у меня своих пакетиках корни у всех у обоих влажные постоят в пакетике завтра распакуют покажу вам распаковку и покажу какие корни там уже какие шеи какие корни а сегодня о другом давно не было проблем давно не было никаких реанимашек мимо такой орхидеи я пройти не смогла в общем приобрела себе очередному проблему это пикачу состояние просто отвратительное если я его сейчас так приподниму он сразу вылетит из горшка корней у него нет о нашелся один но это практически не корень корней у него нет здесь какая-то гниль сейчас будем разбирать открывать смотреть обрезать ну в общем то полная реанимация полнее не придумаешь убираем все палочки смотрите листья уже совсем без тур гора никаких цветах тут речи не идет могу конечно открыть показать но ничего здесь уже не распустится нужно обрезать все цветоносы цветок конечно потрясающий когда он цветет когда он здоров но здоровье тут никакого разговора не идет есть сухие совершенно здесь корни и черный ствол давайте убирать это все смотреть но если получится конечно спасать то есть мы будем пытаться это сделать но тут как получится всех призываю не покупать такие реанимашки особенно кто не умеет с ними обращаться не надо себе таких проблем покупать потому что помимо реанимации она очень давно уже стояла в магазине но ее несчастную никто не купил когда она была вся в цвету могут появиться какие-нибудь обязательно у нас вредители обычно чаще всего появляются мучнистые червец и поэтому конечно я ее уберу от всех своих орхидей причем мучнистые червец и имеют такую особенность появляться через месяц вот сейчас я буду рассматривать смотреть ничего не увижу не липких следов вот нет на листиках никаких липких следов хотя вот здесь вот здесь уже что то есть но обрабатывать сейчас когда не видишь ни одного червеца это тоже бесполезно поэтому надо дождаться когда они проявятся может были может сбежали уже а может где-нибудь в глубине они там и сидят то есть когда они появляются и видишь их воочию тогда конечно нужно с ними бороться так заранее обрабатывать три раза октары на не имеет смысла так это мы все обрезали срезанные цветоносы обязательно корицей толченым углем я обрабатываю перекисью водорода не забывайте пожалуйста это делать потому что в эти раночки видите же здесь какая есть у нас не хорошая какая-то то ли плесень что-то какой-то белый налет очень похожий на плесень поэтому эти все бактерии могут проникнуть в эти раночки распространиться по растению очень очень быстро поэтому никогда не пренебрегайте такой обработкой так этот корешок пустой вы знаете черный прямо гнили такой нет есть вот здесь небольшая чернота но это мы сейчас все быстренько замажем максимом пустые корни сухи совсем сухие корни пустые мы обрезаем это тоже не живой корень обрезаем здесь их останется два корешка я так чувствую потому что это тоже все сухое обрезаю так там где обрезали корень до живого тоже обязательно обрабатываем чем-нибудь этот весь корень можно обрезать этот корень практически неживой но пусть пока может быть пусть побудет здесь совсем сухой я говорю корни не останется и это тоже весь сухой корень корешок сухой но я его пока не буду обрезать так вот этот обрезать его уже обрезала все ну что нашей реанимашки осталось очень мало корней и так как здесь есть липкие пятна конечно я ее сейчас обязательно всю промою зеленым мылом сначала промою под водой а потом еще промою зеленым мылом кею промыла немножко корни стали зеленые и знаете что я хочу с ней сделать я хочу ее сначала обработать максимом потом нам намазать вот эти черно черно черноту не разбавленным максимом дать ей просохнуть и только после этого я ее всю протру зеленым мылом поэтому сначала обработка максимом давайте разведем максим 2 миллилитра на литр использую только такой максим максим и я уже рассказывала вам целое видео снято оставлю ссылочку в правом верхнем углу экрана подсказочку вам где это можно посмотреть и под видео пользуюсь только таким максимом температура воды 28 и 9 градусов обработки я все провожу очищенной водой через обратный осмос или отстойная водой ну какой вы пользуетесь и температура должна быть от 28 до 32 градусов это я говорю каждый раз наверное кто смотрит уже уже запомнили наверное с этим уже и надоело всем но это важно максим это вот такая булка мы ее отрезаем и все два миллилитра этой суспензии разбавляем водички я еще люблю сделать вот так как пипеточкой набрать туда воду пополоскать эту всю ампулку чтобы весь весь максим был использован так все равно придется пачкаться так набрала много воды еще не отлип и вот так теперь всю водичку выпускаю там пола пустая конечно же лучше разводить максим в перчатках класс опасности у него 3 но если как я то обязательно мойте конечно руки красящее вещество красное но просто окрашивает вещество то которое действует но она умеренно опасно развели я после промывки не протирала орхидею потому что это бесполезно мы погружаем максим все вот так с листиками с точкой роста совсем что только возможно и оставляю вот так на полчаса прошло полчаса достаю орхидею из раствора максима и теперь после обработки нужно дать орхидеи обязательно просохнуть не менее 12 часов для того чтобы максим образовал пленочку на корнях и не дал возможности каким-то патогенным бактериям проникать в корни вот для этого я в основном и делаю обработку максима побочное выявление замечательное то что он раскукливает корни вернее дает толчок к росту корней но самое основное это он предохраняет корни от проникновение любых фатогенных бактерий поэтому просушка после максима она обязательно и не 15-20 минут а часов 12 когда весь максим проникает в верхнюю часть виламины и образует пленочку после этого сейчас я ничего делать не буду потому что это мокрая все здесь после этого я хочу намазать эту орхидею я вам недавно показывала я вот здесь вот здесь по краю намажу и вот эту часть черную но только после того как подсохнет намажи не разбавленным максимом я вам показывала в реанимашках как я это делаю поэтому просто показываю вам шприц опять что буду не разбавленным максимом это все намазывать ссылочку на то как я это делаю я вам оставлю в правом верхнем углу экрана после того как она хорошо просохнет я постараюсь сейчас вам покажу как я постараюсь поставить вот эти корни опустить вниз вот эти два корня опускаю вниз и наливаю водички после просушки примерно сантиметра два три ну то есть вот до этой выемки обязательно чтобы основание орхидеи оставалось сухим но сейчас все весь максим стечет и тогда основание орхидеи останется сухим после того как просохнет максим и я в нее налью водички я не забуду обязательно протереть уже сухие листики зеленым мылом и поставлю конечно же отдельно от всех это реанимашка тем более что я только принесла отдельно от всех под любое освещение вот какое у меня есть чаще всего это у меня просто обыкновенная белая светодиодная лампа есть у меня такая где у меня стоят серии анимашки она у меня будет стоять под лампой с какой-то периодичностью я опять и буду вам показывать какая у нее динамика и если вообще эта динамика потому что ну в орхидея в таком в пограничном каком-то состоянии между жизнью и орхара и поэтому если вам интересно подписывайтесь на канал нажимаете на колокольчик обязательно буду рассказывать об этой орхидеи показывать ее еще раз но где-то наверное раз в месяц получится но в общем если вам интересно узнаете обязательно продолжение задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу и до до новых встреч друзья